Ага, ну, во-первых, я сейчас поприветствую всех твоих слушателей, да? Уважаемые друзья, начинаем, да? Да, можно начинать. Так, ну, во-первых, уважаемые друзья, всем здравствуйте. Спасибо, кто, ну, посмотрел вчерашнее моё интервью с тобой, в Италии. О-о-о, спасибо, ладно. Вот, да, к вам обращается президент фонда, добро путь, Степанов Роман Васильевич. Буквально я сейчас приехал домой, после процедур, после там всевозможных медицинских обследований, мне позвучал звонок, прогулялась в Белгородской области. Мне позвонила женщина со слезами, её звать... Ирина Сергеева. Она, она мама одного ребёнка. У неё лишили прав сына. Лишь только потому, что она пропустила какие-то там платежные алименты, по алиментам. Вот. Лишили родительских прав, её, конечно, не обоснованно. Ребёнка начали от неё прятать. Ребёнка бывает Дмитрий... Дмитрий Олейников, ему 17 лет, или 16, не помню, точно не знаю. От неё ребёнка начали прятать. Но, когда ребёнок попадал в разные многодетные семьи, через защиту города Нового Оскова, то вдруг многодетных семей этого ребёнка заставляли работать, заставляли выполнять разные работы. На ребёнка приходили деньги. Деньги приёмная мамаша присваивала. Сбила ребёнка дубинками конкретно. И сбивала, как могла. Вот. И потом она объявила, что он сумасшедший, хотя кидалась на него она, а не он. Он только защищался. Ну, сам понимаешь, когда ребёнка бьёт, что он будет делать? Ну, ясно. Это понятно. Потом ребёнка вернули в детский дом. Но, как показала практика, мама начала бить опять за этого ребёнка, маму начали везде посылать, вы ему никто, не ходите туда-сюда, хотя она родная мать. И ребёнка от неё начали запихивать в чихушку неоднократно. В чихушке его настолько сильно закололи, что у него уже мозги вскипают. То есть ребёнок был абсолютно здоровый, умалишённый, не умалишённый, здравомыслящий, дееспособный, нормальный ребёнок. Сейчас, после третьего раза, он сейчас третий или четвёртый раз находит в чихушке, и он закалывает аминазином, феназипалом, галлоперидолом, какими-то ещё сильными препаратами. Ему сейчас пытаются заткнуть рот, по-видимому, чтобы он не говорил то, что происходит в детском доме. А по всей вероятности, директор там в этом детском доме, детский дом, Белгородская область, посёлок Разумная, есть такой город, район. И там есть детский дом, он один. Так вот, в этом детском доме директор нерусский. По всей вероятности, там детей на поток посылают в чихушке, на поток над ними издеваются, измываются и делают над ними что хотят. За пределы детского дома выйти они не могут, пожалуй, не могут. Но сейчас эта мама мне сказала, сейчас подберёт информацию, каких детей там издеваются над ними, что с ними творят и каким они насилием подвергаются. Но я тебе скажу так, это готовится большое мошенничество. Что это значит? В Белгородской области приближается выпуск, уже приблизился выпуск детей. Понимаешь? И вот тех детей, которых сейчас должны выпустить через два месяца, они на детей шьют диагнозы умышленно, чтобы их, как я тебе вчера рассказывал, систему, сначала ставят диагнозы, потом отправляют, суды признают недееспособность, отправляют в ДУГДОВА. А власть, которые деньги приходят из федерального бюджета, они готовятся сейчас, денежки припоят к себе. Но, скорее всего, какую-то дою они зашлют наверх. Что касается белгородского губернатора, Савченко, это самый беспредельный, это самый корруппированный губернатор в России. В свое время, я сам воспитывался в Белгородской области, в детском доме, да, в свое время я подвергался тоже пыткам. Только за то, что я начал защищать детей сиротку в Белгородской области. В свое время у меня была квартира, у меня ее отжали. В свое время у меня надо мной тоже были всякие издевательства. Но я это все выдержал. Испытания все выдержал. Я не просто их выдержал, я не просто их сломался. Как ты понял, я создал фронт. Я создал фронт, чтобы дети, которые находятся под влиянием властей, над которыми власти и директора детских домов издеваются, я вынужден таких детей защищать от таких коррумпированных властей. Понимаешь, Виталья? Это кошмар какой-то. Неужто вот в наше современное время вот такое вот может быть? В наше современное время, я тебе скажу, даже депутаты пользуются услугами, секс-услугами детей. Я тебе честно говорю. Это в наше современное время. Только мы это никогда не докажем. Но это есть. В Подмосковье есть домики элитные, куда привозят детей и куда привозят влиятельные политики за детскими секс-услугами. Понимаешь? Ты это знал? Ну, так-то, да нет, можно сказать, практически не знал. А я это знал. Я даже знаю фамилии, имена людей из правительства, которые конкретно подставляли детей. Понимаешь? Так, это я публикую? Подожди. Ситуация такова, что нужно ехать срочно в эту область. Нужно спасать детей. Нужно директора освобождать от должности, пока он не погубил детей. Я не удивлюсь, если в этом детском доме дети подвергаются кибетерии. Понимаешь? И поэтому надо срочно ехать и разбираться. Поэтому я призываю всех слушателей, если есть у кого дети, если есть у кого сердце, если есть у кого Бог в душе, я прошу поддержать материально эту командировку, потому что денег у меня нет. Но помочь я хочу. У фонда уже два года нет денег на счету. Но при этом мы стараемся как-то без денег работать. За 13 лет мы ни разу не сломались. Я не сломался. Хотя многие фонды уже разорились и развалились. Но так как я с Богом и действия в интересах детей. Я не прошу финансовую помощь лично для себя. Я прошу людей сброситься на эту ужасную командировку. Я еще не знаю, вернусь ли я оттуда вживой. Потому что, я повторяю, губернатор это самый серьезный действительный в России, Савченко. Самый серьезный. Если он прочухает и пронюхает, что приедет кто-то шурстить в детский дом, конечно, там будет опасность для жизни резка. Риски будут высоки, что меня могут убрать. Но я готов поехать. Я неоднократно в этой области вытаскивал детей из дурдомов. Я 800 квартир. Я только в Белгородской области смог отбить 800 квартир. Вернуть детям-сиротам. Но, как я уже говорил, не говорил, не помню. 5 покушений за то, что я в лес не туда, куда нужно. Я 5 покушений пережил. Я тебе сейчас маленький круче один расскажу. Я когда вышел из детского дома и увидел, что детей в тихуше запитывает. Я приехал к губернатору, я не знал, что он здесь предельщик. Я поймал его ухода в администрации области и говорил, Бизнис Степанович, такая ситуация. Что такое? Вы кто? Я Роман Васильевич. Я Роман. Я еще тогда не совсем взрослый был, что мне там было 18 лет. Да вот же в нашем детском доме почему-то детей в тихуше отправляют. Почему и зачем? О жилье, о образовании, которое положено государству. Не волнуйтесь, разберемся. Молодцы, спасибо, что подсказали, спасибо, что рассказали, спасибо, что пришли, не побоялись. Мы сейчас всех поувольняем со всей разберенности. Что ты думаешь? Только я отступил два порога от администрации, меня 5-й отдел милиции прихватил. Моментально. Привезли в отделение 10 сотрудников у меня в пенале, понимаешь? Это в каком году было примерно? Да, это 2005, 2007, вот эти года. Вот. В пенале ногами один взял топор, но только не от приема, а облуком. Бил по ногам, по рукам. Ну, чтобы следов не было, понимаешь? Кинули матрас на меня, и чтобы не было следов, били. Потом со расстояния 3-4 метров запуливали у меня 2-х литровую бутылку воды. Куда попадет, туда попадет. Понимаешь? И пояснили, что если ты еще куда полезешь, тебя не найдут никогда. Я оттуда выпал. Не на ногах, а на коленях. Ну, так же издевали всю ночь, понимаешь? Но, слава Богу, я не испугался и не хламался. И я понял, что власть здесь настолько криминальная. Ее надо все указать. Тут надо перетрусить всю власть. Там до сих пор творятся какие дела. И я уверен, что сейчас по всей области готовится выпуск детей из детских домов. И, скорее всего, готовится колоссальное мошенничество попить большую сумму денег для квартиры. А большую часть людей готовят в психушке. Понимаешь? Ясно. Поэтому я призываю всех неравнодушных людей. Я объясняю, я и поясняю. Мне не надо на лекарства. Мне не надо на установленные деятельности фонда, если кто-то не хочет помогать. Ради Бога. Но хотя бы помогите детей спасти. Понятно, что общество, там люди, там одни, другие, не пойду присоводжению, я пойду. Мне просто, чтобы можно было собрать по копейке на командировку. Понимаешь? Хорошо, я опубликую это видео. Всем говорю спасибо. С вами был президент благотворительного фонда Дмитрий Степану. Роман Васильев. Виталий, тебе самое огромное спасибо еще раз за то, что ты в меня поверил, за то, что ты во мне не досовнивался и меня поддерживаешь. Потому что твои участия, твои участия, я тебе скажу два слова лично тебе. То, что ты делаешь, это конкретно помощь не одному, двум, трем сиротам. Это конкретно будет помощь трем пяти тысячам детей сирот. Это многие дети благодаря твоим постам, дай бог, через наш фонд могут получить поддержку и помощь. То, что я говорил вчера, что мы про это задумали, вот для того мы про это и делаем, чтобы такие уроды, как губернатор Савченко и другие политики нечестные любриные руки на дети, понимаешь? Я это опубликую обязательно. Сегодня же постараюсь. Все, с Богом. И телефон мы указываем спокойно. 905, я могу телефон говорить? Да, можешь, конечно. Кто захочет помочь, уважаемые друзья, мой контакт 905, не, 963, 660, 73, 33. О, я этот номер еще опубликую и тоже самое скину реквизиты. Хорошо, спасибо тебе. Потому что сам последний это потому что сейчас жизнь этих детей на волоске она решается не по минутам уже, а по секундам, понимаешь? Хорошо, сегодня же опубликую я это видео. Удачи, Виталий, удачи. Спасибо. Кузову.